Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, в понедельник, 27 апреля, мы с вами констатируем, что количество больных, зараженных коронавирусной инфекцией в городе Сарове у нас, увеличилось до 43 человек нарастающим итогом. 43 человека всего. Из них 3 человека уже выздоровели. Мы говорили с вами уже об одном выздоровевшем, который лечился на дому. Сейчас двое выздоровели из лица, находящихся в стационаре, тоже благополучно прошли лечение, полностью выздоровели, дважды показали отрицательные результаты лабораторные, выписаны. И те, и другие для нас пример, как нужно вовремя начать лечение, как нужно не контактировать во время болезни ни с кем из своих родственников, никого не заразить, успешно слушаться врачей и получить на выходе очень хороший и достаточно быстрый результат. Оставшиеся 40 человек продолжают еще пока на сегодняшний день болеть. Из этих 40 человек лечение в условиях стационара получают 12 человек в нашем городе и один человек переведен в Нижний Новгород, в ПОМЦ. Это Приворский окружной медицинский центр, который выделен Федеральным медико-биологическим агентством в качестве референс-центра для нашей области. Почему туда переведен один больной? Он не поменял тяжести. У него также средняя степень тяжести. Но по клиническим показаниям сейчас отрабатывается такая схема, чтобы людей, которые могут перейти в тяжелое, пока еще есть возможность переводить в референс-центр. Посмотрим. Это наш пробный такой сейчас этап. Мы увидим, какое лечение будет проходить с учетом имеющихся медикаментов, с учетом имеющегося оборудования. Будет ли это лучше? Или мы и сами можем здесь на месте оказывать ровно такую же помощь? Но сегодня так. Один человек – это тоже средняя тяжесть, повторюсь, в ПОМЦ в Нижнем Новгороде. И 12 человек у нас в городе. Из 12 человек 9 переносят заболевания в средней степени тяжести и остальные в легкой. Ну и все те, кто на дому продолжает лечиться, это тоже легкая форма заболевания. Вот посмотрите, 43 человека. Достаточно значительная прибавка в количестве больных за выходные дни. Среди них большая часть – это те люди в цепочке работников нашей жилищно-коммунальной сферы городской, которую мы распутывали в выходные дни. Как минимум от одного больного в контактах мы нашли еще шестеро больных среди работников жилищно-коммунальной сферы. И еще по их семейным очагам их близкие родственники, живущие вместе с ними вместе в одной квартире. Этот очаг дает нам понимание того, что работники, которые сейчас в городе продолжают работать, вроде бы как на работе соблюдающие все правила, применяющие средства индивидуальной защиты, на самом деле, выходя с рабочего места, продолжают друг с другом контактировать как в рамках рабочего времени, так и за его пределами, будучи с друзьями хорошими, знакомыми. И мы сейчас, идя по этой цепочке, видим, что первый выявленный нами случай – это не первая заболевшая, то есть она уже в цепочке далеко не первая, и это тоже фактически привозные случаи. То есть этот очаг нам тоже был в город завезен. Сейчас мы в связи с этим будем ужесточать меры и просматривать, каким образом, из каких районов нашей округи привезено это заболевание, обследовать большее количество работников, обследовать их семейные очаги и то, насколько нам поможет условие и возможности работы двух лабораторий – лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и лаборатории клинической больницы номер 50. Мы будем максимально изучать это с тем, чтобы не дать разрастись дальше этим очагам. Плюс я уже говорила о завозе к нам заболевания из электростали, из учебного центра. Там находились на учении два молодых человека, соответственно, и второй тоже приехал больной, он тоже молодец, быстро заявил о себе. На сегодняшний день он тоже болен и тоже находится на изоляции, лечится. И все эти люди хорошо понимают сейчас, что как нужно себя вести для того, чтобы эта инфекция не распространялась дальше. И есть у нас еще находки лиц, которые поступают в больницу на стационарные лечения, в любые другие отделения. Сейчас уже по законодательству берутся на анализ на коронавирусную инфекцию абсолютно все люди, поступающие на стационарные лечения. Там у нас есть тоже три находки, и то бишь три человека, которые заболели коронавирусной инфекцией. Их очаги тоже будут расследоваться для того, чтобы посмотреть, откуда именно это заболевание произошло, кто его привез, и приложить все усилия для того, чтобы локализовать эти очаги, чтобы заболевание не шло дальше. Итак, еще раз, 43 нарастающим итогом, три из них выздоровела, 40 продолжают болеть, из 40 12 наших горожан лечатся в больнице, и один в помце, остальные на дому. Есть вопросы о том, а вот у нас все большее количество госпитализированных, а хватит ли у нас места в больнице, а какие у нас там условия. Значит, напоминаю, я говорила уже об этом, что в инфекционном отделении отдельно крыло открыто конкретно для больных коронавирусной инфекцией. Оно уже сейчас развернуто и действует на 25 коек. Поэтому при наличии 12 наших горожан, и если будут еще поступать больные с сопредельных территорий, вы знаете, что мы иногда помогаем, и люди, которые у нас в городе не находятся, не прописаны, но при этом получают лечение в нашей клинической больнице, с учетом вот всех этих факторов, на сегодняшний день нам пока этих 25 коек хватает. На сегодняшний день. Плюс у нас есть еще одно крыло в этом же инфекционном больнице, которое уже продумано, что на случай, если вдруг 25 коек нам не хватит, оно будет расширено. И, наконец, у нас есть резерв перевода еще одного одноэтажного большого корпуса, как минимум на 60 коек, которые мы тоже можем открыть. Пусть эти цифры вас не пугают, это делается на всякий случай, но при этом мы понимаем, что сегодня, когда мы, к сожалению, говорим уже ни об одном, ни о двух и ни о трех очагах в городе, когда мы их уже имеем как минимум 9, то мы уже говорим о достаточно таком распространении, оно называется локальное распространение на территории города, которое пока еще нам понятно, откуда берется, пока еще мы можем увидеть все эти цепочки и каждый из этих очагов локализовать. Но, тем не менее, это уже следующая стадия развития эпидемического процесса, которое, к сожалению, привело то, что рядом с нами находится весь Нижегородский регион, который на сегодняшний день признан однозначно неблагополучным. Это и сопредельная территория Мордовии, которая тоже на сегодняшний день неблагополучна. И фактически и мы с вами в городе Сарове, и вся наша округа на сегодняшний день грустно констатируем, что мы неблагополучны по коронавирусной инфекции. Сегодня мы можем уже не только завести эту инфекцию с сопредельных территорий, но и получить заражение в городе. Как этого избежать? Как не заболеть? Все те же давно известные нам меры профилактики. И вот все расследования всех этих очагов, я еще раз хочу на этом остановиться, совершенно четко показывают, что далеко не все больные с большой вирусной нагрузкой, то есть выделяющие в окружающую среду большое количество вируса, далеко не все они вокруг себя заражают, как у нас сейчас в статистике пишется, что один больной заражает до 10 человек вокруг себя. У нас есть люди, еще раз повторюсь, которые вокруг себя ни одного не заразили человека. И есть люди, которые не соблюдали эти правила. Значит, вот все-таки близкие контакты без средств индивидуальной защиты на расстоянии меньше, чем 2-1,5 метра, прямой обмен без средств защиты, включая перчатки, документы, которые отрабатываются, а самое главное, совместные чаепития, гости, различные прогулки совместные, вот они, к сожалению, как раз приводят к развитию этого заболевания. Я хочу еще отметить, что плюс вот к этим нашим 43 больным, у нас в городе на карантине сейчас остается 39 человек. У нас успешно закончил карантин подъезд по Шверника 45, первый подъезд. Вот я тоже хочу их отметить, что они молодцы, что с тех пор, как был введен карантин, ни одна квартира больше не пострадала. То есть там, где у нас были больные, там еще у нас процесс продолжается, на карантине продолжают вместе с больными находиться их ближайшие родственники, а вот все остальные квартиры очень успешно и хорошо вышли из этого карантина. Спасибо им большое за то, что они соблюдали все меры, за то, что они с пониманием к этому относились, хотя и очень нервничали, переживали и часто звонили, но в целом нужно отдать им должное, они молодцы. И на выходе можно резюмировать, что больше из этого очага у нас никуда заболевание не пошло. Но при этом у нас только за эти выходные мы выдали 27 новых постановлений. Это лицам, которые попали в контакт, в близкие достаточно контакты с вновь заболевшими. Итого, с учетом тех, кто выбыл и тех, кто взят вновь на карантин, на сегодняшний день 39 человек находятся на карантине. Казалось бы, для нашего города в 90 с лишним тысяч населения 43 человека больных и 39 человек контактных – это вроде бы совсем ничто. Но на самом деле это не так. На самом деле, если сейчас расслабиться, если сейчас продолжить работу, как мы сейчас разговариваем с работодателями, где произошло заражение, где люди продолжают, и они считают, что если им разрешили работать, значит, можно дальше и чаи распивать, и снимать все маски, как только они вышли с глаз долой от руководителя, и после работы продолжить общение. Вот если такие вещи будут продолжаться, то очень быстро эти 43 в геометрической прогрессии превратятся в сотни и в тысячи человек. Напоминаю вам, что заболевание передается ровно так же, как грипп и другие респираторные вирусные инфекции, и дает вспышку моментальную за 5 дней в геометрической прогрессии огромное количество. Поэтому продолжаем самоизоляцию, продолжаем, благо на это есть все возможности, помнить о том, что по-прежнему основными местами заражения остаются магазины, аптеки, наши места общественного общего пользования в наших жилых домах. Несмотря на то, что вводится в наших подъездах дезинфекция, мы все равно должны понимать, что после дезинфекции, если человек больной прошел и взялся за перила, то все равно эти перила уже грязные, потому что дезинфекция убрала только то, что было там до обработки. Поэтому стараемся использовать либо перчатки, либо, если вы это не используете дома, придя домой, естественно, мы где-то брались за ручки, где-то нажимали кнопки лифта, где-то открывали домофон, открывали свои почтовые ящики и так далее, и так далее. Пришли, первым делом вымыли руки. Пришли, с собаками погуляли, выплыли им лапы, чтобы они не принесли ничего из подъезда. Принесли товары из магазина, выложили их из пакета, руки вымыли. С товарами тоже, в зависимости от того, подлежат они обработке или нет, тоже их обработали. Очень часто спрашивают, как же так, почему в магазинах продолжают люди сами себе руками накладывать яблоки, ну, фрукты различные, овощи. Товарищи дорогие, если бы только фрукты и овощи, мы трогаем деньги, мы с вами беремся за общие коляски. Во-первых, напоминаю, что, конечно, мы можем пользоваться теми кожными антисептиками, которые есть в магазинах. И, конечно, приходя домой, мы, как и раньше, как и раньше надо было всегда делать, фрукты всегда моются, овощи всегда тщательно моются. Те продукты, которые идут с обработкой термической, обязательно должны обрабатываться термически. При этом, еще раз напоминаю, что заболевание передается воздушно-капельным и контактным путем и не имеет, во всяком случае на сегодняшний день, не имеет пищевого пути передачи. Ну и общие рекомендации еще хочу дать в части поездки наших горожан за зону на даче. Сейчас начнет на этой неделе налаживаться погода, и думаю, что многие отправятся на свои дачи, на свои огороды с тем, чтобы там самоизолироваться и там работать и отдыхать. Хочу еще раз напомнить, что у нас сопредельные наши территории неблагополучны. Те, которые благополучны, на самом деле, вот я откровенно вам говорю, они просто еще пока не обследованы. Мы не знаем на них доподлинно ситуацию. Поэтому я советую не заезжать в населенные пункты, я советую не ходить там в магазины, я советую не встречаться, не подвергать опасности своих близких, живущих в близлежащих деревнях и, соответственно, самих себя не подвергать опасности. Ну и вы, наверное, знаете, что с выходных дней, когда у нас объявлено неблагополучие по Дивеевскому монастырю и по Дивееву, принято решение штабам области и штабам Дивеевского района, во-первых, о закрытии Дивеева на въезд и выезд, и, во-вторых, о закрытии Дивеевского монастыря. Вот Дивеевскому монастырю мы в этой части помогаем, мы взяли на себя части анализов лабораторного контроля для того, чтобы определить количество там заболевших. Мы взяли на себя помощь в части проведения заключительной дезинфекции в помещениях, там, где они своими силами не справляются. И клиническая больница взяла на себя помощь в части оказания лечения и медицинского обследования лиц заболевших. Поэтому у нас появились уже, я думаю, что будут лечиться и на базе нашей больницы, в том числе работники и насельницы монастыря, ну, равно как и в других больницах. Поэтому, значит, еще раз обращаю ваше внимание, что мы продолжаем изоляцию, желательно не без контактов с людьми, у себя дома и на своих дачах и огородах. Всего вам доброго, будьте здоровы!